Здравствуйте! В эфире новости на нашем телеканале в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главных событиях этого дня. 64-летний мужчина из Дэндюшан подозревается в том, что намеренно стрелял в собственного сына и невестку из охотничьего ружья, которым владел незаконно. Супруги поступили в Единицкую районную больницу. Водитель погиб после того, как грузовик, которым он управлял, упал с 10-метровой высоты в карьер. Инцидент произошел в пригороде Кишинева. Василий Плеван, заместитель главного прокурора антикоррупционной прокуратуры, может быть отстранен от должности. Такой запрос был подан в Высший совет прокуроров адвокатом Игорем Хлопецким и должен быть рассмотрен на пятничном заседании ВСП. Нистер Грозаву, бывший заместитель столичного мэра, отправлен на скамью подсудимых за превышение служебных полномочий. Согласно заявлению, при мэрии Кишинева якобы был нанесен материальный ущерб в размере 883 тысяч леев. 12-летняя девочка скончалась. Ее мама и сестра находятся в больнице после того, как машина, в которой они ехали, столкнулась с БМВ. После удара оба транспортных средства превратились в груду металла. ДТП произошло в половине второго ночи в Камрате. Внимание! Следующие видеокадры могут негативно сказаться на вашем эмоциональном состоянии. Всего медицинская помощь после аварии потребовалась шестерым. По данным правоохранителей, 24-летний парень за рулем БМВ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в Рено, за рулем которого был 29-летний водитель. В Рено ехали три пассажира. 35-летняя женщина и две ее дочери-подростка. Они и 30-летний пассажир БМВ были госпитализированы в Камрадскую больницу. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась этим утром. По данному факту возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств. Мама умершей несовершеннолетней работает в инспекторате полиции Камрата. Ее коллеги выразили ей свои соболезнования в связи с этой трагедией. В одном из сел Дандюшанского района 64-летний мужчина начал палить в своего сына и невестку из охотничьего ружья, которое хранилось у него незаконно. Конфликт в семье произошел накануне около 8 часов вечера. По сообщениям молдавской полиции, пара была госпитализирована в Единицкую районную больницу. Глава медучреждения Анатолий Гуцу рассказал, что пациенты поступили в 22.00. Женщина находилась в более тяжелом состоянии. У нее множественные ранения живота. Потребовалась операция. Сейчас она в реанимационном отделении в сознании. Ее состояние оценивается как стабильное. Мужчина ранен в предплечье. У него сломан палец. Этот пациент в отделении травматологии, добавил Анатолий Гуцу. Нападавший задержан, сообщает полиция. Задержанный водитель, который 24 июля предположительно спровоцировал серьезное дорожно-транспортное происшествие на столичном бульваре Дичибал. Тогда, напомним, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Сам мужчина скрылся с места происшествия. В полиции сообщили, что на него удалось надеть наручники после получения оперативной информации. Тогда и были приняты специальные меры. 31-летний подозреваемый родом из Бричанского района. Он был задержан на 72 часа. Напомним, что в результате аварии, произошедшей на Ботанике, были повреждены 4 автомобиля, а 5 человек получили травмы. Трое из них доставлены в больницу. Одна из пострадавших, мать двух девочек, находится в крайне тяжелом состоянии. Для ее спасения семья сейчас собирает деньги на операцию в одной из клиник Германии. Муж пострадавшей заявил нашему телеканалу, что доверяет нашим врачам, но хочет знать, что сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь супруги. Добавим, случаи расследуются в рамках двух уголовных дел. Трагический случай произошел в посольстве Республики Молдова в Берлине. Как сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции, в консульском отделе дипломатической миссии скончался 85-летний мужчина. По данным Медеи, кроме молдавского гражданства, он также обладал немецким. Вместе с супругой обратился в дипмиссию за оформлением паспорта. Во время подготовки к процедуре фотографирования он упал. Сотрудники консульского отдела немедленно мобилизовались, чтобы оказать ему необходимую помощь, но выяснилось, что мужчина не дышит. Незамедлительно были вызваны службы экстренной медицинской помощи, которые предприняли все реанимационные мероприятия для спасения жизни. Но, к сожалению, несмотря на все приложенные усилия, мужчина скончался. В настоящее время наши дипломаты оказывают всю необходимую поддержку супруги погибшего гражданина. После законных мер, предпринятых властями Германии, консульская деятельность посольства возобновлена и продолжается в обычном режиме, говорится в сообщении Медеи. Водитель большегруза погиб на месте после того, как транспортное средство, которым он управлял, упало с 10-метровой высоты в карьер. Инцидент произошел сегодня утром в селе Фаурешты, муниципе Кишинев. Тело 49-летнего мужчины оказалось заблокировано в кабине перевернутого грузовика. Чтобы вызволить его, потребовалась помощь спасателей. По данным Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия прибыли в общей сложности три бригады спасателей, которые в том числе обеспечили защиту от возгорания после утечки топлива из пострадавшего большегруза. Причина и обстоятельства аварии должны быть установлены компетентными органами, говорится в заявлении ГИЧС. Для получения подробной информации о трагическом инциденте мы позвонили в столичную полицию. Пресс-секретарь Наталья Стати рассказала нам, что заведено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией в среду провели обыски в одном из офисов политической партии Ринаштере Возрождения. Как сообщили в НЦБК, в результате был задержан советник Окницкого районного совета в момент передачи 30 тысяч долларов примару города, чтобы убедить его выйти из партии, в которой тот состоит, и вступить в другую. Депутат Василий Боля, член партии Ринаштере Возрождения, подтвердил факт обысков, но при этом опроверг информацию о взятке. По его мнению, такие действия провели по указанию властей, которые хотят запугать политическое формирование. В пресс-релизе НЦБК говорится, что в рамках уголовного дела, открытого по фактам незаконного финансирования политического формирования и отмывания денег, офицеры и прокуроры установили, что начиная с 24 марта 2023 года и по настоящее время, один из районных советников пытался убедить примара города Окница выйти из партии, в которой тот состоит, и вступить в другую. Отмечается, что за это советник пообещал незаконное вознаграждение в размере 2 миллионов леев, из которых 1 миллион лично для примара, а оставшаяся часть денег на реализацию инфраструктурных проектов. Так, 2 августа под контролем НЦБК была получена сумма в 30 тысяч долларов, а советника поймали с поличным. Для документирования всех аспектов преступления и выявления других сообщников были проведены обыски в офисах политического формирования, как в Кишиневе, так и в городе Окница. Изъяты материалы, имеющие отношение к делу, в том числе компьютеры, носители информации, денежные средства и мобильные телефоны. Также изъяты 30 тысяч долларов, полученных под контролем НЦБК. Лицо задержали на 72 часа и поместили в камеру. Депутат Василий Болес считает, что партия Возрождения является свидетелем ряда вопиющих и совершенно недемократических действий. По его словам, обыски представляют собой недопустимое проявление злоупотребления власти и попытку запугивания и дискредитации формирования, в котором он состоит. Если бы он дал взятку, то было бы возбуждено уголовное дело за пассивную, активную коррупцию и прочее. Однако в прочитанном мной постановлении прокурора выходит, что дело было открыто по двум обвинениям – отмывание денег и незаконное финансирование партии. Дело не в коррупции и тому подобном. Пришли финансовые средства и деньги не искали. Им была нужна компьютерная техника, телефоны, компьютеры, носители информации, что-то из документов. Этими действиями они практически блокировали деятельность партии. Более утверждается, за этими действиями стоит правящая партия. Видны согласованные действия властей. В течение последнего месяца мы активно занимались продвижением идей партии, проводили акции протеста, собирая подписи против правящей партии, чтобы ее признали неконституционной, и это задело власть. Более того, парламентарий утверждает, что в среду банк, который обслуживает партию Возрождения, заблокировал ее счета без каких-либо объяснений причин. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас сообщила нам, что не комментирует высказанное депутатами. Мы также попытались узнать реакцию на происхождение у депутата Олеси Стамати. Орган уголовного преследования является независимым, и прокуратура, и НЦБК независимы. Если у вас вопросы по их действиям, пожалуйста, к ним. Представители НЦБК сообщили нам, что не комментируют обвинения. Мы не предоставляем комментариев. Ранее правящая партия неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в сфере правосудия. Отметим, что недавно в партию Возрождения вступили десятки местных районных советников и примаров, ранее состоявших в рядах других политформирований. Партия Возрождения собирала подписи за объявление ПДС вне закона. ПСРМ призывает все политические силы страны отказаться от практики перекупки членов других партий и осудить подобные методы. В распространенном заявлении говорится, что социалисты выступают за введение императивного мандата, при котором каждый депутат, избранный по определенному избирательному списку, несет ответственность перед своими избирателями и не может переходить в другие партии, не отказавшись при этом от своего депутатского статуса. ПСРМ отмечает, что практика перекупки представителей других партий сама по себе коррупционна, и этим могут заниматься только те группы, которые не могут победить на честных выборах достойными методами. Данное заявление последовало после обысков, прошедших накануне в офисе партии Возрождения. У здания администрации президента Молдовы прошел протест, в котором приняли участие сторонники и члены партии Ринаштере Возрождения. Митингующие выступили против создания в стране Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, за что 31 июля проголосовало правящее большинство. Манифестанты также потребовали прекратить цензуру и преследование за иное мнение, отметив, что в свободной стране каждый имеет на него право. Представитель партии Возрождения Юрий Витнянский заявил, что принятый парламентом Молдовы в понедельник во втором чтении законопроект является способом введения цензуры в стране. Он также напомнил правящей власти и о шести телеканалах, у которых приостановлено вещание, что, по его мнению, стало очередным доказательством процветания в республике беззаконий и диктатуры. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы, скорее всего, уже очередной раз напомнить нынешней власти и лично Майе Санду о том, что они идут по совершенно неправильному пути. В понедельник закончилась парламентская сессия, на которой были приняты очередные нормативные акты, и очередные законы, которые полностью нарушают свободу слова в нашей стране. Они утвердили в понедельник так называемый патриот. И мы сегодня хотим напомнить Майе Санду о том, что никто из всего молдавского общества этого не забудет и не простит. Закрытие средств массовой информации. Шесть телеканалов, что они сделали еще совсем недавно. А теперь введение цензуры на законодательном уровне. Народ Молдовы молчать не будет. Активисты партии Возрождение подчеркнули, что ограничение права граждан на свободу слова, а также на получение информации по языковому или иному признаку противоречит Конституции, а также принципам демократии. Они призвали власти и всех партнеров страны обратить внимание на реальные проблемы республики. Каждый день, когда режимы повысились в рейтингах индексов демократии, но именно закрытые рты, телевизоры в цепях и закрытые заборы, которые были обещаны, должны были быть открытыми, являются символом этого режима и этой правящей партии. Мы хотим обратить внимание всех наших партнеров и с Востока, и с Запада. Обратите внимание на тех, кого поддерживаете. Устраняются все нелояльные власти люди, все СМИ. Доходит уже скоро дело и до бизнеса. Людям мешают свободно дышать, высказывать свое мнение и говорить, самое главное, еще и на родном языке. А также получать информацию на родном языке посредством закрывающихся СМИ. Экс-вице-претор сектора «Ботаника», член партии «Возрождение» Юрий Витнянский отметил, что политформирование намерено обратиться к внешним партнерам страны с призывом защитить демократию в Молдове. В завершении акции протеста против цензуры в Молдове перед заданием администрации президента митингующие освободили закованный в цепи телевизор как символ цензуры в СМИ. На момент написания репортажа нам не удалось получить комментарии от ПДС и пресс-службы парламента по поводу заявлений представителей партии «Возрождение». Мы не получили ответов на отправленные сообщения и на телефонные звонки. Стоит отметить, что ранее вице-председатель комиссии по культуре, образованию и исследованию молодежи, спорту и средствам массовой информации Верджилио Посларюк заявил на пленарном заседании, что работа Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией будет направлена сугубо на укрепление сотрудничества между учреждениями в области борьбы с дезинформацией, манипулированием иностранной информации и вмешательством, которые представляют опасность или могут нанести ущерб национальной безопасности и подставить под угрозу национальные интересы. Напомним, в конце мая текущего года Майя Санду объявила о создании Центра по борьбе с дезинформацией. Президент сообщила, что данное учреждение необходимо, чтобы координировать действия государства в области информационной безопасности и должно защищать граждан от манипуляций. Парламент Молдовы на заседании 31 июля голосами 55 депутатов принял проект во втором чтении. Как отметил Санду, задачей специалистов учреждения будет передача широкой общественности правдивой информации, сотрудничество с государством в целях повышения устойчивости общества, дезинформации, а также борьба с гибридными угрозами и их выявления. Содержаться Центр по борьбе с пропагандой будет как за счет госбюджета, так и за счет средств, предоставляемых партнерами по развитию. Было объявлено, что инициатива дополнена предложениями гражданского общества, представителей СМИ, органов власти и госучреждений, а также партнеров по международному сотрудничеству и развитию. Что касается приостановки лицензии шести телеканалов, как отмечалось в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям, это было сделано для защиты информационного пространства от дезинформации. Все каналы оспорили это решение в суде, но по делу до сих пор не было ни одного заседания. Адвокат Игорь Хлопецкий обратился в Высший совет прокуроров с просьбой отозвать Василия Плевана с должности заместителя главного прокурора прокуратуры по борьбе с коррупцией. Обращение планируется рассмотреть в пятницу на заседании ВСП. Рассмотрение заявления Игоря Хлопецкого значится вторым пунктом в повестке заседания Высшего совета прокуроров. Адвокат просит отменить постановление ВСП от 1.11.2022, которым Василий Плеван назначен исполняющему обязанности заместителя главного прокурора прокуратуры по борьбе с коррупцией. Причины, изложенные в заявлении, неизвестны. Мы пытались связаться с Хлопецким, однако его телефон был отключен. На отправленное ему через соцсети сообщение ответа нет. Председатель ВСП Анжела Матузок сказала нам, что не может сообщить, какие именно аргументы привел в заявлении адвокат. Завтра заседание. Тогда решим, будет оно закрытое или открытое. Поэтому сегодня подробности я вам предоставить не могу. Он считает, что должен быть снят с этой должности. Прокурор Василий Плеван сообщил нашему телеканалу, что узнал о заявлении Хлопецкого из прессы. Он отметил, что не знает причин обращения адвоката в ВСП и добавил, что не видит оснований его комментировать. Он вообще не имеет права делать такое обращение. Совет примет решение завтра. Я узнал об этом из прессы. Господин Хлопецкий является обвиняемым по уголовному делу, в котором я предъявил ему обвинение. Я вел расследование. У него есть основания мне отомстить. Ранее обращение Игоря Хлопецкого о подзыве Василия Плевана с должности заместителя главы прокуратуры по борьбе с коррупцией опубликовал один из телеграм-каналов. В документе говорится, что заявление подано после того, как комиссия по приветингу установила, что Василий Плеван не соответствует критериям финансовой и этической добросовестности. В свою очередь Плеван считает, что комиссия по приветингу применяет двойные стандарты. Он назвал решение совета худшим, которое можно было принять в отношении него. На просьбу прокомментировать обвинение Плевана пресс-секретарь комиссии по приветингу Виктория Тимуш-Лоза ответила, что не будет обсуждать его высказывание. В своем решении комиссия пояснила, что прокурор не прошел проверку на добросовестность из-за денежной суммы, которая, как он утверждает, была получена в качестве пожертвования от свекрови. Плеван не смог представить доказательства, подтверждающие происхождение денег. Он сказал, что у него нет доступа к информации в Российской Федерации, где работала мать его жены, чтобы доказать, что у женщины там был источник дохода. Плеван смог лишь доказать, что женщина пересекала границу, однако комиссия посчитала это недостаточным. Василий Плеван был назначен заместителем главы прокуратуры по борьбе с коррупцией осенью прошлого года. Высший совет магистратуры публично отреагировал на решение высшей судебной палаты провести повторную оценку 21 кандидата на должность членов ВСМ и ВСП. В высшем совете магистратуры заявили, что воздерживаются от оценки решений и выводов инстанции в отсутствии такой компетенции. В Министерстве юстиции, в свою очередь, отметили, что решение, которым были отменены акты комиссии по приветингу, нарушило правовые нормы и было принято после утверждения парламентом в окачательном чтении закона о внешней оценке судей и прокуроров и перед общим собранием прокуроров, которое запланировано на 23 августа. В пресс-релизе высшего совета магистратуры говорится, что с их стороны нет недооценки важности решений, вынесенных высшей судебной палатой, учитывая инициативы по борьбе с коррупцией и обеспечения добросовестности в системе правосудия. В то же время ВСМ отмечают, что воздерживаются от оценки решений и выводов инстанции, не имея на это компетенции. ВСМ обратил внимание на то, что решения судебной инстанции вызвали реакцию множества лиц. ВСМ призывает судей воздержаться от использования формулировок, которые могут быть истолкованы как нарушение этического кодекса. В то же время публичные лица, включая политиков, отмечали, что решения, принятые ВСП, обусловлены определенными коррупционными элементами или подверглись влиянию извне судебной системы. ВСМ призывает всех лиц свободно выражать свое мнение, при этом воздерживаясь от нападок, которые могут повлиять на правосудие. В этой ситуации уведомляем вас о том, что судебная инспекция начала проверку по вышеизложенным обстоятельствам, говорится, в пресс-релизе высшего совета магистратуры. При этом ВСМ также выразили обеспокоенность в связи с публичными нападками на некоторых членов совета. И один из 21 судей, Алексей Паниш, оказавшийся в выигрыше по делу высшая судебная палата против комиссии по приветингу, отреагировал на нападки в отношении высшей судебной палаты. В правовом государстве правосудие не может рассматриваться как плантация властей, и их высказывания по этому поводу должны быть более умеренными, сказал он для уни-медиа. В Министерстве юстиции заявили, что случайно или нет, но решения высшей судебной палаты были приняты после утверждения парламентом в окончательном чтении закона о внешней оценке судей прокуроров, а также до общего собрания прокуроров, запланировано на 23 августа 2023 года. Мы допускаем, что в случаях, когда будет установлено, что комиссия по приветингу нарушила процедуру оценки, предусмотренную законом о приветинге, будут приниматься апелляции и назначаться новые повторные проверки кандидатов с целью устранения выявленных недостатков. Мы также с беспокойством отмечаем, что решения за небольшими исключениями содержат набор общих схожих аргументов, что вызывает озабоченность. Выходит, что специальная коллегия, не ограничившись проверкой законности решений комиссии по предварительной оценке, дала также развернутую оценку правильности процедуры оценки. Таким образом, было выражено несогласие с механизмом приветинга, установленным законодателем для проверки добросовестности кандидатов из числа судей прокуроров на должности члена ВСМ и ВСП, говорится в пресс-релизе. Напомним, что согласно решениям специальной судейской коллегии Высшей судебной палаты, в общей сложности 21 кандидат на должность члена ВСМ и ВСП, не прошедшая оценку комиссии по приветингу, пройдут ее повторно. Премьер-министр расценил это решение как противодействие системе реформы юстиции, инициированной властями, и заверил, что все принявшие такое решение будут привлечены к ответственности. А председатель парламентской комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитетам Олеся Стамати отметила, что недавние решения ВСП, которыми пытаются аннулировать все решения комиссии по приветингу, наглядно демонстрируют, что некоторые судьи не хотят проверки. В ответ Верховный суд отметил, что имел место ряд нарушений, повлекших за собой отмену решения комиссии по приветингу. Среди них ошибочное толкование норм материального права, регулирующих оценку особенно неопределенных правовых понятий, составляющих правовую основу для вынесения решений оценочной комиссии, неправильное установление фактов и их предвзятая оценка, неравное отношение к аналогичным действиям, вмешательство в права судей, прокуроров и других кандидатов вопреки принципу соразмерности. Высшая судебная палата рекомендовала политикам, правительству, заинтересованным группам и СМИ воздержаться от унизительного навешивания ярлыков публичного линчевания и телевизионного правосудия. Парламент завершил свою весеннелетнюю сессию с задолженностями как по принятию законопроектов, так и по исполнению функции парламентского контроля. А последнее перед каникулами заседания ознаменовалось утверждением некоторых проектов с нарушением законодательства. Из 42 рассмотренных проектов, 23 были проголосованы с нарушением прозрачности при принятии решений. К такому выводу пришла Ассоциация Промо-Лекс, которая вела мониторинг работы законодательного органа. Ассоциация Промо-Лекс, проследив за последним заседанием весеннелетней сессии парламента, констатировала целый ряд нарушений. Так, повестка заседания была изменена на 113 процентов. А из-за отказа парламентского большинства принять 9 предложений оппозиции, депутаты блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинули заседание. 8 независимых и внефракционных депутатов также его бойкотировали. В итоге, в отсутствие позиции, 69 процентов проектов были проголосованы парламентским большинством после дебатов продолжительностью до 5 минут. Самые продолжительные дебаты, 35 минут, были по реформе системы социальной помощи перезагрузка. Промо-Лекс подчеркивает необходимость полного участия оппозиции в законодательной процедуре и отмечает, что отсутствие конструктивного диалога между большинством и оппозицией негативно влияет на законодательный процесс и не обеспечивает подлинного обсуждения рассматриваемых вопросов, говорится в опубликованном отчете. В документе сообщается, что из 42 проектов, рассмотренных на последнем заседании 31 июля, 23 проекта или 59 процентов были проголосованы с нарушением прозрачности принятия решений, так как относящиеся к проектам сопутствующие документы не были запрошены, предоставлены, опубликованы, а установленный срок не был соблюден. Обратили внимание эксперты ассоциации и на изменение избирательного законодательства прямо накануне начала избирательного периода всеобщих местных выборов. Всего за неделю до начала избирательного периода парламент принял закон, ограничивающий право быть избранным сроком на пять лет для членов исполнительного органа элит, занимавших выборные должности от политической партии, признанной неконституционной. Промолекс обращает внимание, что несмотря на то, что проект закона изначально обсуждался с общественностью, позже были приняты и поставлены на голосование поправки, которые не касаются реализации соображений постановления КС о конституционности партии ШОР. Соответствующие поправки были проголосованы в нарушении закона о нормативных актах, который предусматривает, что проект, дополненный новыми аспектами и концепциями, или измененный более чем на 30%, должен повторно представляться на утверждение и общественное обсуждение, подчеркивается в сообщении промолекс. Кроме того, эксперты ассоциации указали и на нарушение сроков парламентского контроля. Так, на заседании 31 июля депутаты в девятый раз по просьбе правительства продлили режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней в связи с войной в Украине. Однако, вопреки регламенту, парламент не принял в окончательном чтении проект, направленный на установление эффективного парламентского контроля над положениями, изданными комиссией по чрезвычайным ситуациям. С момента его голосования в первом чтении прошло более 45 дней, констатирует в ассоциации. Вместе с тем, в рамках осуществления парламентского контроля в весенне-летней сессии не были заслушаны отчеты правительства, он должен был быть представлен в апреле, нацбанка, национальной комиссии финансового рынка, на РЭ и других государственных органов. Промолекс обратила внимание и на систему электронного голосования, которая вообще не работала в последний день весенне-летней сессии, что повлияло на прозрачность голосования. Добавим, в рамках проекта «Демократия, прозрачность и ответственность» ассоциация Промолекс уже несколько лет осуществляет мониторинг работы парламента Республики Молдова. Цель мониторинга — повышение прозрачности законодательного органа, содействие совершенствованию законотворческих процедур и усиление взаимодействия между депутатами и гражданами. Бывший заместитель столичного мэра предстанет перед судом за превышение служебных полномочий. Как сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры, расследование в отношении него завершено. Дело направлено в суд. В материалах дела говорится, что бывший вице-примар в нарушении закона подписал градостроительный акт, разрешающий строительство многофункционального развлекательного комплекса. Отмечается, что выявлено нарушение положения земельного кодекса, в частности, у общества с ограниченной ответственностью, не было права собственности или владения земельным участком, расположенным в секторе Рыжкановка. Кроме того, отсутствовало положительное заключение Ассоциации по управлению зелеными насаждениями. Обвиняемый также подписал и выдал другому коммерческому предприятию разрешение на строительство, позволяющее построить объект после сокращения площади зеленых насаждений. Так же говорится в пресс-релизе. И отмечается, что в общей сложности материальный ущерб составил 883 тысячи леев, из которых 715 тысяч леев стоимость земельного участка, а 168 тысяч – результат сокращения зеленых насаждений. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Прокуратура не называет имени бывшего чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о Нисторе Грозаву. Более того, сам он сообщил о горе, что на упомянутой в деле земле есть незавершенное строительство, которое было продано другому владельцу. Договор купли-продажи мог быть предъявлен в судебной инстанции. Что касается градостроительного сертификата, то он ни на что не влияет. Функция документа – информировать бенефициара проекта, что и при каких условиях он мог бы там делать. Что касается ограничения зеленых насаждений, то этот сквер до сих пор не имеет границ. Когда будут фиксированы границы, тогда и можно будет понять, что не так, сказал Нистор Грозаву. Сторонники политического блока ШОР, кишиневцы и жители различных регионов республики приняли участие во флешмобе у здания Национального инспектората общественной безопасности, выступая против давления властей и попыток закрыть социальные магазины Миришор. Такие же акции прошли в Колороше и Сынджирей. Протестующие потребовали отставки правительства ПДС и президента, которые, по их словам, чинят в стране произвол. Власти пока никак не прокомментировали заявления протестующих. Протестующие предложили представителям власти прожить на их пенсию и зарплату и оставить в покое социальные магазины, которые для многих стали единственной возможностью выжить в сегодняшних реалиях. Я в течение месяца экономлю в этом магазине порядка 350 лей. И мне это хватает заплатить за цвет и за воду. Конечно, тяжелее, потому что мы не можем бегать по всем магазинам и искать что-то, где есть скидки. В эти магазины ходят те, которые против партии ШОР. Я таких обнаружила, посчитала, подошла и говорила, вы почему сюда приходите? Вы же против партии ШОР. А мы только муку, а мы только хлеб. Так вы забираете у тех, вы богаты, у вас машины есть. Но и требуется не дисбатить магазины, с ошибок в том, что лучше не писать. Люми требуют сменять, что ефтин, шибун, шиланшор не диски с магазин. По словам независимых депутатов Фатеску и апостоловой власти, республики, устраивая непрерывные проверки, оказывают беспрецедентное давление на сеть социальных магазинов с целью прекратить их деятельность. К сожалению, на сегодняшний день мы уже видим, как два месяца подряд социальные магазины проверяются без всяких на то оснований, без жалоб, зарегистрированных законным образом. И им чинятся препятствия. По надувным причинам снимают номера с автолавок, которых люди ждут, очень ждут в селах. До абсурда доходят причины, по которым закрываются. Дошли до того, что закрывают магазины и автолавку, потому что не с той стороны открывается дверь. Дверь, которую сделали на заводе, где выпускаются тысячи таких прицепов. Руки прочь от социальных магазинов, потому что сегодня это единственный шанс улучшить какое хоть мизерное состояние материальное наших жителей страны. Руководитель сети социальных магазинов Виталий Кушнир сообщил протестующим, что из-за давления тысячи людей остались без услуг мобильных и стационарных магазинов Меришор по всей республике. На сегодняшний день заблокированы 14 автолавок. Были сняты регистрационные номера, которые находятся здесь, на Доне 102. И машины не могут работать. На сегодняшний день мы нам служим больше. Более 150 сёв. Это более 154 тысяч жителей. Аналогичные акции протеста прошли в Калараше и Сен-Джирей. Жоз Майя Санду! Жоз Майя Санду! Жоз Майя Санду! Мы попытались получить комментарий по поводу заявлений участников протеста у администрации президента, но пресс-секретарь главы государства Ирина Гатюшан не ответила на наши звонки и сообщения. Так же, как и пресс-аташе, парламентской фракции правящей партии действий «Солидарность» Адриана Влас и глава пресс-службы правительства Даниэл Воды. Мы обратились за комментариями Ванца по поводу возможных нарушений со стороны сети магазинов. Представитель агентства Сильвия Кожакару рекомендовала сделать письменный запрос на электронную почту ведомства. По какой причине закрыли несколько магазинов передвижных пунктов сети «Миришор»? Сделайте официальный запрос на почту ведомства и вам ответят. В Национальном инспекторате общественной безопасности на наши звонки не ответили депутаты от ПДС, Алиси Стамати и Лилиан Карп также не ответили на наши обращения. Напомним, проект социальных магазинов «Миришор» был запущен в 2015 году по инициативе Илона Шора в Аргееве, когда он был примаром этого населенного пункта. Программа постоянно расширялась, количество магазинов достигло почти 200. Число бенефицаров превышает 600 тысяч человек. Большинство из них – пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Барсан. Оставайтесь на нашем телеканале. Добрых новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова